Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из первого послания святого апостола Павла к Тимофею. Глава 6, стихи с 17 по 21, то есть до конца главы. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого. дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословие лжеименного знания, которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение первого послания святого апостола Павла к Тимофею. И сегодня мы с вами завершаем шестую главу, это финальная глава первого послания. И здесь апостол Павел в конце обращается к богатым. Вообще, конец шестой главы – это как раз-таки обращение к тем, кто успешен был в материальном плане в времена апостола Павла. Те, у кого имелся достаток, и имелся он в изобилии, так сказать, в избытке. И он учит, как относиться к таким людям, как их увещевать, что им говорит Тимофея. И вот, что он пишет. Богатых в настоящем веке увещеваем. Заметьте, апостол говорит «богатых в этом веке». Богатство может создавать иллюзию, о чем далее он говорит. Он пишет, что «чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого». Итак, богатство – оно неверное. Оно в веки 7. Действительно, мы ничего не приносим в этот мир, и ничего из него, кроме своей души, не уносим. Поэтому все, что есть в этом мире, должно остаться в этом мире. И оно, суть, не цель, а лишь средство. И никогда средство не должно становиться целью, как бы самодостаточной идеей, которой мы должны идти. Поэтому богатство – это хорошее средство для помощи ближним и для следования за Христом. Ведь Христос учил нас расточать то, что даром получили, даром давать. И Христос говорит о том, что Бог дарует нам изобилие, которое он говорит в 17 стихе. Он говорит об этом. «Нужно уповать на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Бог нам подает все». Наше богатство должно приводить нас к пониманию не всевластной нашей воли, не к тому, что мы можем вершить судьбы людей, а для того, чтобы научиться отдавать, беднеть здесь на земле, но богатеть в Царстве Небесном. И внешне, да, раздача своего имения выглядит как безумный поступок, как просто какое-то безумное решение. Но на самом деле это уподобляет человека Богу. Это уподобляет его Божьему совершенству, к которому призывает нас Христос. Потому что Бог отдает человеку блага даром. Человек никоим образом не может заслужить себе то изобилие, которое подает ему Бог. Так же и здесь. Человек отдает другому даром. Тот, кому отдает богатая часть своего капитала, не может ему никоим образом воздать. Но именно в этом и есть уподобление Богу, есть следование божественным принципам. Не нужно думать высоко о себе богатым людям, говорит апостол Павел к Тимофею. Учит его наставлять богатых людей. Действительно, богатство при неправильном подходе к нему создает иллюзию вседозволенности, иллюзию власти, иллюзию своей особенности, некой свободы и, конечно же, духовно-нравственного расслабления. И вот от этого пытается уберечь апостол Павел тех, с кем общается Тимофей, научая, как ему общаться с ними. Далее он говорит, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Богатеть добрыми делами, вот к чему призывает апостол Павел. Нужно быть добрыми и общительными, не замыкаться в себе, не ставить преграду, не полагать некой черты между собой и людьми меньшего достатка, но быть общительным и открытым ко всем, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Интересно, здесь сказано о фундаменте. И мы помним, что главный фундамент нашей жизни, нашего спасения – это Христос. «Камень, Его же небригоше зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и ездивен во очи всех наших». Действительно, краеугольный камень нашего спасения – это Христос. И именно Его, Его учению, Его этику, мы должны полагать в основании нашего спасения. Но наше богатство, наше сокровище, именно земное – это некий способ собрать сокровище небесное, помогая через это другим людям, помогая своим земным сокровищам, расточая его, мы себе накапливаем некий капитал, некий залог. Если мы посмотрим греческий оригинал, то мы увидим, что здесь написано «доброе основание», его можно перевести еще как «залог», юридический термин. Вот это добрый фундамент, доброе основание, которое поможет нам достигнуть жизни вечной. И далее он пишет, апостол пишет Тимофею, «О, Тимофей, храни преданное тебе, обращаясь негодного пустословия и прикословил же именного знания». Здесь тоже стоит юридический термин «преданное», то, что отдал, а некогда передал Христос апостолу Павлу, Христос передает, как некий, опять же, залог, как некое основание веры, в неизмененном виде передает Тимофею, и тот должен его сохранить и передать. Вот это предание, идея церковного предания, она продиктована как раз-таки вот текстом Священного Писания первого века. Уже в Писании зафиксировано акт вот этого передачи предания церковного, и нужно необходимо отвращаться негодного пустословия и прикословия лжеименного знания. Опять же таки, апостол возвращается в конце к лжеучителям, к неким еретикам, которые извращают церковное учение, претендуя на некоторое знание. Но апостол Павел называет их лжецами, их лжеименное, то есть лженазванное знание, самозванное, скажем так, вот это знание, якобы знание, в кавычке его здесь поставим. И здесь мы видим уже вот эту борьбу с гностицизмом. Гнозис по-гречески означает знание, вот этого тайного знания, когда люди считали, что они обладают некой особенной информацией, которая передана только им, и только они являются источником вот этого сакрального знания. И они могут его передавать избранным людям. Против гностицизма борется апостол Павел, говоря о том, что знание передано, оно является достанием церкви. Его береги, Тимофей, а всех лжеименных учителей с их баснями, с их пустыми разговорами избегай и с ними не общайся и всячески удаляй от себя и от церкви. Некоторые уклонились от веры, предавшись этому лжеименному знанию. Благодать с тобою, аминь. Завершает апостол Павел сегодняшнее послание. Так мы видим, что апостол Павел не говорит, что богатство это плохо. Он говорит, что это средство, а не цель. И это средство нужно расточать и использовать правильно на собирание сокровищ на небесах. Поэтому, дорогие братья и сестры, научимся правильно использовать те таланты и те дары, которые даны нам Богом, чтобы направлять их на помощь ближнему и матери церкви. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам всем. Радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взяться в великолепие Твое превыше небес.